У нас PvP двух французских протсов, еще раз напомню, это турнир Clash, последний матч на сегодня на этом турнире, во вторник DNS против Droga Как бы Droga считается чуть-чуть повыше уровнем, чем DNS, просто по своим общим достижениям, по выступлениям в прошлом Но в целом они на одной ступени находятся И естественно каждый может выиграть каждого, даже несмотря на то, что это PvP Это наверное в первую очередь, потому что это PvP Но в PvP, что самое главное, это разведка первого технологичного здания Если ты не можешь понять, во что противник будет играть, исходя из своей первой разведки То есть вот, допустим, Droga приехал в разведку к противнику, он увидел, что на газу три раба, на газу три раба У него дома то же самое, DNS увидел абсолютно то же самое И потому, какие юниты первые выйдут из гейтов, тоже не сразу можно понять, что будет дальше делать игрок Он может открыться через Blink, пытаться додожать противника в начале игры, пока тот выходит в Nexus Ни о чем не догадываясь Это может быть прокси роботик, который может стоять в любую секунду Вот здесь, на котором делаются имморталы, тоже для пуша с одной базы Поэтому вот узнать тайминг появления нычки со стороны каждого игрока Очень важно Когда ставится база, по какому таймингу, позже или раньше И вот, кстати, пошло различие Быстрый сумечный совет против Nexus Примерно то, о чем я и говорил Для Dark'ов, надеюсь? Нет, Blink, жаль Очень жаль, что не для Dark'ов, потому что открытие через быстрых сталкеров-адептов заставляет Droga напрягаться и бояться Заставляет вернуться его сталкерами прежде всего Либо Droga может поставить прокси-гейт и тоже поджать противника немного И он делает специальным образом роботикс по таймингу для того, чтобы законтрить Тарков от противника с одной базы Халявный адепт Пробка, кстати, не зря сюда поехала Может быть даже Droga, не знаю, случайно ли он отвел ее или специально Может быть он как раз имитирует, что будет жестко атаковать До сих пор Nexus не был разведан И, естественно, Droga об этом в курсе Прекрасно в курсе Но прокси-гейт не добавляется, поэтому До варпы будут очень медленные То есть DNS может сейчас поверить в то, что противник к нему придет Очень ранней атакой Он увидел много сталкеров Тут же сразу мигрирует войсками на вторую базу для того, чтобы ее защищать Позиции уже немножко проиграл И он зря сейчас выстрелил только что Droga Очень зря он мог нанести лишний дэмэдж сталкеру, который стоял очень близко к этому пилону Зато до варпа здесь все равно не будет быстрого Придется варпить на хайграунд Фокус одного сталкера Второго Очень грамотный мув от Droga Он поджимает очень неожиданно DNS до сих пор не понимает, во что играет его оппонент Он банально не знает ничего Нигде прокси пилон Ни есть ли там Nexus Может быть это вообще 4 ВГП По количеству юнитов можно понять, что это не 4 ВГП И даже если и прокси пилон есть, то он явно где-то далеко Nexus, кстати, почти пал 700 хп в нем всего осталось Кто может постараться Грамотный фокус сталкера Не отводит DNS очень костного юнита назад Появляется наконец-то блин, которым можно уже попользоваться Теперь Droga немножко сомневается в том, чтобы продолжать свою атаку Блестящая стенка в исполнении DNS Блестящая Потерял какую-то часть рабов, если бы пропустил адептов к себе на мейн Потом это повлекло за собой определенные последствия Но тем не менее Nexus выжил Хотя у Droga рабов больше У Droga Nexus тоже раньше Самое главное, что у Droga было меньше затрат использовано на все это развитие Он не делал быстрый сумечный совет Не вкладывал деньги в блинк Он просто поджимал с двух гейтов Это дешево, для этого вообще ресурсы практически не нужны А теперь он уже перестраивается в контру к блинк сталкером Пиди имморталов и добавляет грейд на атаку Ну а чуть позже пойдет уже сумечный совет с ножками зелкам, скорее всего Хм Хорош Все, Droga дождается уже второго иммортала Соответственно, блинк для него уже не опасен ГГ не пашет у кого-то Ребят, пробуйте, я не знаю Либо задержку, галочку низкую убирать Качество переключать Вроде должно все работать Я сейчас проверяю Работает Высокое и исходное качество 5 может помочь в любой ситуации От любых проблем Пошли ноги зелкам Архон из двух бас Очень затратные На самом деле юниты Ох, сколько сейчас гейтов увидел только что в продакшене у противника Строго Вы видели, да? Он увидел все прекрасно Вот этот самый момент, самый главный, который ему нужен был в этой игре Момент спланированной противником атаки Которую надо просто тупо законтрить Фокус призмы Если призма умрет, это катастрофа ДНС, ДНС Про вафлить призму перед Алл-Ином Но это же надо просто Это же надо так облажаться Еще раз привет Я хотел бы тебя попросить Пожалуйста разбанить в дискорде Я не хотел спалерить и думал, что ты уже посмотрел тот матч Ник в дискорде, Нини Я вообще никого не банил в дискорде Это к модераторам вопрос Они там забанили Надо смотреть Не помню Я упал F5, ребята, F5 Есть кнопочка на кавиатуре F5, нажимаем и возможно все будет хорошо Нереально ДНСу это пробить Во-первых, Архона Во-вторых, 4-х Морталов с одним Во-вторых, бездарными адептами с глефами Которые уже не работают Восьмая минута, девятая У друга слишком много боевого лимита с двух баз Адепты здесь реально не актуальны Такой пуш есть смысл делать внезапно Без блинка и раньше Но ДНС по-прежнему хочет нападать У него выбора нет, он пытается Репортует адептов, правда довольно поздно Сейчас еще лишится и Мортал Одного из своих самых главных юнитов в лимите боевом Адепты, кстати, не телепортнулись А отменились, остались стоять в одном и том же месте Очень странно, но там все равно батарейки Которые Дрогу очень сильно спасают У него 4 Иммортала Огромная тонна гейтов Адепты, кстати, пытались телепортниться В экономику, да, я не обратил внимания Они пошли на мейн И Дрога это тоже законтрил своевременно Имморталы очень долго здесь могут выдерживать дамаг И Архон в себя дэмажит целую тучу впитал Нельзя было откладывать тайминг этой атаки ни в коем случае Уж тем более, когда у врага целых 2 грейда на атаку против 0 Это нереально Через паузу ДНС выходит Торопясь по-быстренькому покинуть этот матч Хотя мог бы, конечно, чуть более аккуратно разыграть Даже текущую ситуацию игры 5 в 5 работает, стрим не работает Так, ну давайте попробуем Так, смотрим Нажимаем и в 5 Проверю Высокое качество работает Входное работает Высокое работает, среднее работает Ребят, нажимайте в 5 в своих браузерах From Firefox Личку на твиче я потом гляну Сейчас я не могу ее посмотреть физически Личка где? Где личка-то? Ты говоришь, разбанив в дискорде И говоришь, личка Если ты забанен, то логично, что я личку твою не увижу Понятно Короче, с задержкой пока трудно такие вопросы решать Давай после того, как закончится этот батл Привет, зеркак, дева Ты весь турнир пропустил, спектр? Что? Так, Рой Ты ко мне в личку, если ты здесь В дискорде Я тебя кое-куда добавил Нитос юниты резут Понятно А, личка дискорда у тебя в бане А, я тебя вспомнил Я тебя вспомнил Окей Дам тебе второй шанс Блин, а как в дискорде разбанивать? А никто у тебя какой? Есть только Хоть бы Ник свой в дискорде сказал, какой разбанить Я вообще не понимаю Интересные моменты Ну, в принципе, да Были сегодня интересные моменты Но не такие, конечно же, как на GSL Естественно Ладно, переходим к игре дальше Дрога ДНС Дрога ведет 1-0 Это до трех побед Best of Five Субтитры сделал DimaTorzok Говорит, весь ГГУ упал Кто-то нет Ладно, ребят, это все дело провайдеров и так далее У всех все по-разному Могу пока вам помочь Даже Twitch, помню, какое-то время падал YouTube, помню, умирал Amazon умирал Да что только не умирало Даже сайт Роскомнадзора умирал Что уж там до какого-то гудгейма Паргейт от Дрога Какая разведка? Да ты что? Видимо, это был Proxy Twilight Какая-то интересная идея ДНС была Потому что он заказал Четырех адептов Логично, что ему нужно было Много виспена Для того, чтобы Как-то его использовать Вполне возможно, что это могли бы быть Дарки И, кстати, он хотел построить Proxy Dark Shrine Потому что, да, сделал быстрый Сумечный совет Дарковни делается у него на мейне Адепты уже пошли в атаку Сталкеры в это время находятся На другом конце карты Они могут не успеть Но есть чудо-пробка Которая контрит Все ранние забегания адептами Так, хочу посмотреть От лица Дрога Как он среагирует Дрога поставил пилон Увидел адептов Заблокировал их И будет пытаться расстреливать В это время Оракуум успеет он еще и похарасить Пока что по билдам Дрога сильнее, чем ДНС Адепты пытаются В передаче убивать Еще и пилон на входе Форсфилд Не понял я, зачем был нужен Форсфилд Но да ладно Оракул, кстати, не успел Током ничего полезного убить Только два киллса Кстати, один из которых Был о Сентре Батарейка всю энергию Свою потратила А Сентре все-таки погибло У ДНС Вот он, Прокси Дарк Который его, конечно, Оракул видел Приходится заказывать Еще Ораков Причем побыстрее И очень внимательно И точно пытаться Кидать обилку Дарк как раз Готовится заходить Увидел Дрога Увидел прекрасно Дарка И стоит войсками На халде Вот когда накопится Оракул энергия Видел я одну Такую игру Как один игрок Кидай Минус Дарк Как один игрок Зная про Дарков Заранее За минуту До их прихода Не смог от них отбиться Тоже в ПОП Кстати Прям видел Дарк Шрайн Прекрасно понимал Что Дарки к нему придут И просто не отстроил Роботикс Дарки пришли И убили его Как будто бы Профессиональный турнир И Дарка законтрены Оракулами Блестяще законтрены Кстати Если бы на этом Пилоне Был бы гейт Для быстрого варпа Если бы Дарки Варпились чаще И приходили бы тоже чаще С меньшими интервалами Чем сейчас Возможно Они бы зашли Гораздо круче Но теперь у Дрога Уже 4 оракула Он прекрасно Подготовлен У него есть Апсервер Его можно просто Повесить на входе И взять с собой В атаку Но в любом случае Дома стоит повесить Еще одного апса На всякий случай Просто адепты Собирались уходить Поэтому я вот Насчет Форсилдана Не очень понял Стоило ли вообще Его кидать Просто тени Проходят насквозь Силового поля Не смысл Кратить энергию А так была бы разведка Хотя какая разница Все равно У Дрога Очень много ораков Он может спокойно Сейчас Бить по сталкерам Его главная цель Убить Архона Каким-то чудом Под батарейкой Но Так как он не планировал Сейчас дожимать Противника У него нет Ни Прокси Пиона Ни Призмы Он отступает Такой готовится К очередному залету На мейн Блинк Пульсирует быстро Вот эти штуки Синие Значит апгрейд Делается Что? Сумеречные два роботикса колосятни? Зачем? Somebody stop him. Поймался еще один дарк. Я может что-то пропустил в этой жизни, а зачем сумеречный совет для двух гейтов и быстрые Сверх мега ранние дестабилизаторы. Как они вообще помогут в этой игре? Иммунизивы, Тархоны и Мортовы. У тебя же роботикс раньше. Контроль по воздуху раньше. В чем необходимость таких ранних дезрапторов? Ога Он начинает уже работать третья база. Дестабилизаторы продолжают копиться. Пока у ДНС разведки нет вообще никакой. То есть он понятия не имеет сколько там роботиксов. Он видел только один. У него есть сентря, в принципе, который периодически накапливает энергию, чтобы каотить. Но она всего лишь одна. И я не вижу абсерверов, кстати. Да, у синего протца нету абсерверов вообще ни одного. Просто не понимает какой там лимит даже собирает Дрога. Наделает сталкеров каких-нибудь дурацких. Нет, конечно, в этом смысла никакого. Он делает зилов с ногами с Архонами. Пуарня своя пошла. В чем вообще Блинк Дрога? Ну, сталкеры с Блинком обычно миксуются с дестабилизаторами. Это стиль игры такой. Пардон за спам в чате на ГГ. Видимо, из-за косяков Гудгейма сервер подтупливает. Куча статисов. Отличный контроль карты показывает Дрога. Просто блестящий. Нет четвертой базы. Пока что десятая минута игры. Вот он залетел разведкой. Что он увидел полезного. Что уже появилась темпуарня. Что Архоны уже начинают у противника делаться. И... Второй базе противника нету. На третьей базе нету виспенов. Рабов довольно маловато на минералах. И, наверное, враг к нам пошел. Это понятно. Это читаем. Это читается. Первый статис. Блестяще. Кстати, сейчас можно по очень крутому таймингу, если грамотно подгадать, запустить всех дестабилизаторов прямо в упор к Архонам и ваншотным чертовой бабушке. Пошел первый КД. Как ДНС лишился половины своего лимита? Дестабилизаторы... Какое решение грамотное принимает французский протос красного цвета. Я реально в восторге. Дарки уже самого Дрога. Я что-то запутался. Где чьи Дарки? Что происходит вообще на экране? Еще один статис поймал Архонов со сталкерами. Вот это грамотно. Вот это очень грамотно. Какая тайминговая разведка от Дрога? Великолепная тайминговая разведка. Да, у него появились свои Дарки. Правда, сейчас он какое-то время будет страдать из-за того, что некоторые юниты не могут у него пройти. У него дома есть фотонка, дома есть батарейка. Целых 10 дестабилизаторов. Которых можно запускать постоянно на противника. Второй грейд на атаку у ДНС. Внезапные два строгейта. Причем абсолютно внезапные. Кстати, кто сейчас с ютубом вы живы? Что-то не вижу от вас сообщений вообще ни одного. Там не умерли? Живите что ли? Колоссы? Я вообще отказываюсь понимать происходящее на экране. Колоссы-то тебе зачем? Они же никого не дамажат в армии врага. Кроме зелов. А тут фениксы. Один в колоссов пошел, другой в фениксов в ПОП. Фениксами он как бы хочет дезрапторов поднимать. Но представьте себе сколько нужно фениксов чтобы поднимать против сталкеров еще и дестабилизаторов. Нужно фениксов 20 наверное. Они же постоянно умирать будут. Плюс дрога может архонов к себе в лимит добавить, чтобы фениксами было не так легко. Тоже стоят стазисы. Фатонка, стенка мертвая красивая. Сюда даже нападать страшно. Попытаться разминировать как-то это дело. Делать сложно. Фениксы пока подкапливаются. От колоссов ПОПа я не видел реально уже тысячу лет. Неааау. Хорош. 40 хп у своего архона. С опс. Дезрапторы так сильно стакаются в одной точке. Кажется их надо немножко расширить. Они заходят как бы один в другого, внутрь Например, вот сталкеры и мортовы всегда раздельно находятся между собой Их легко выделять Когда дезерапторов много, видите, вот они идут большим костяком Очень тяжело вот попасть в нужного Ужасно тяжело Мне кажется, это недоработка для наземного бюнита Колосы все раздельно стоят, его тоже легко можно выделить каждого Плохой заход Сколько стадисов вообще в этой игре находится у Сосера? Как смотреть? Да? Никак? Блин, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Обалдеть, сколько стадисов И будут фениксы поймали сталкеров Это еще не сильно страшно Сколько еще может он пытаться убежать отсюда хоть кем-то Аккул пытается вернуться домой Увернулся И тут появились четыре колосса И фениксы такие А что делать то Ну Массить имморталов Другого варианта я не вижу Не еще вариант грелки Грелки Это просто идеальный вариант Ставлю прям в чатик что ДНС не додумается До этого никогда Грелки контрят и колоссов И имморталов и зелков и адептов И из рапторов Только сталкеры кое как могут По ним дэмэдж наносить с архонами Но он не будет делать грелок Потому что как бы они контрятся архонами Но 20 грелок Думают совсем иначе Дрога есть деньги У ДНС есть деньги Есть время чтобы добавить воздух Еще один вариант это конечно же батоны По моему очень сильно переборщил дрога с колоссами У него их 5 штук И на этой карте довольно узкие пространства Найти место для поля боя Выгодные обоим довольно таки сложно Потому что архоны ДНС зашли и нужно место Вот это вот место довольно неплохо подходит Здесь драться архонами вообще не вариант А колоссам наоборот это выгодно Потому что здесь узко И делать сюда пыщ-пыщ очень удобно ДНС Так Ох какие пластеры из-за угла Много фениксов Здесь и призма Да призма есть у Дрога Она рядом ДНС пытается окружить своего противника Сейчас с двух сторон И нет Самое лучшее Ой господи Как его лимит рассыпается За секунду вообще Испепелились архоны У ДНС уже за секунду Стало 200 лимита против 120 Против 100 Мне кажется Дрога запутал ДНС Просто по полной программе Реально запутал Потому что лимит вообще неправильный Собрал ДНС за все это время Неактуальный Неподходящий Два иммортала Архонов столько же Сколько у противника Ну плюс-минус два Разница никакая Там пять колоссов Имморталы Силоты ворвались в ближний бой Тут же сдохли от дестабилизаторов Молниеносно Фениксы подлетели Подняли пять-шесть дезрапторов И все А дамажить-то некому И дамар У ДНС Пух зилотов На подходе Мазершип был И все Ну да Дамар пяти зилотов Явно он не мог Исправить ситуацию Лимит был очень Хорошего друга Очень разноплановый Но Мега ультимативный Архоны Дезрапторы Колоссы Ну и там Всего по мелочи Пара имморталов Пара сентрей Немножко сталкеров Немножко зилотов Там вообще все было Вся земля у протца была Так какая только можно Подобрать к этому добру Ну грамотный микс войск Очень трудно Нужно постоянно Скаутить и смотреть за составом Войск противника Четко понимать Как против такого разного Разнопланового лимита Бороться Это очень сложно Очень сложно Привет, Доразум Привет всем Задержка на стриме, пацаны Задержка Турнир же идет Зерглавлинг А ты давно у нас царем-то В чате стал? Может я пустил этот момент Если не поздравлял То поздравляю Больше царей 2-0 в пользу Дрога Продолжение следует... Так, воскресенье Не, это у нас... А, не, не воскресенье Четверг Иду Четверг У меня ученик появился У которого на работе решили провести Среди сотрудников Чемпионат по Старкрафту, представляете Там набралось Что-то порядка 20 участников Как я понял Он хочет Поднять немножко знания перед этим турниром Блин, офигеть Я бы мечтал, наверное, всю свою жизнь Чтобы Чтобы на работе у меня были чемпионаты По игре, в которую я играю Но это же прикольно Прикольно Быстро СМ3 со Сталкером Ну, я про это уже рассказывал на предыдущем турнире Для чего это нужно Нужно для того, чтобы сделать Сверх-мега-раннюю разведку Чтобы без Гарантированного захода На главную базу Можно было Разведать Что-то, к чему можно было бы Подготовиться Ну, например, дарков неожиданных Потому что адепты Контрятся Стенкой Стенка делается всегда И она обязательно И необходима Именно при такой застройке Гораздо проще Застраиваться Чтобы адепты Не прошли То есть Вот из-за этого коридорчика Три сентри Нифига Вот это дрога Да Он весь свой виспен Потратил Все, что у него есть На На сентрей Очень неожиданно Тут тоже быстрый сентри От ДНС И тоже три штуки Как они это делают Одну страницу Со стратами Протаса выбрали По одному тому же Билду решили сыграть Абсолютно одному И тому же Роботикс идеально в тайминг Нексусы идеально в тайминг Иллюзия полетела Сейчас иллюзия Ой, прошу прощения Иллюзия тоже должна полететь А, он чуть-чуть позже Сентрю заказал Поэтому у него Энергия Накапливается Только после того Как иллюзия прилетит к нему И вот сейчас Эта иллюзия от дрога Должна Дать информацию Виден роботикс Видно, что за минералами Сейчас ничего нету База раскачивается Нексус стоит Булсты в Нексусе Тратятся не сразу Все Основную информацию Дрога нашел То есть он понимает Что это будут не оракулы Ждать их к нему не надо А, да, батарейку заказывать минералок Тоже не стоит И спокойно Защищается Пробка уже стоит Всегда на патруле Она же в бинде Пробка Эээ Рога в это время Зашел сам в разведку И в хара С первыми адептами Поэтому адептов Пропустил к себе на мейн Он реколит Со второй базы юнитов Чтобы убить адептов Побыстрее Но выпускает их, не успевая убить ни одного из них Поэтому приходится срывать рабов А сам в ответ убил ровно столько же Так что игроки разменялись вообще идеально Просто идеально Давай, Твип Будет ли ДНС в Фотонис? Нет, конечно Что, два адепта? Ой Господи Иисусе О май гад С радостью сделает все возможное, что от меня зависит Господа, я даже не знаю, есть? Давайте, наверное, с маленьким торта За этот существенный вклад В развитие качественных трансляций О май гад Шесть Две девятьсот Михайлов Ну ты все знаешь А что у друга здесь пион делает? Мне кажется, это мисклик По идее, это должна быть батарейка Хотя батарейка от двух адептов не спасает Только от одного Или от одного оракла Причем реально офигенно спасает А двух уже нет Абсолютно зеркальный матч Разрядка от ДНС в ответ Неплохой Харас суммарно вышел Он убил чуть больше рабов Ой, табличку забыл Отвлекся, отвлекся Какая неожиданная поддержка Не каждый день такое бывает Это безумно приятно Что есть люди, которым Я люблю говорить Не все равно Талкеры по периметру Не дали сейчас долететь иллюзии До конца Поэтому ДНС Вряд ли успела прокликать Все эти здания Но это всего лишь гейты Мортал Мне даже показалось Что призма со скоростью Ну было бы клево, кстати Но очень серьезные Дорогие вложения Для такой штуки Как просто банальная скорость В призме Ты можешь просто не уследить В какой-то момент за ней И потерять И апгрейд заказанный И призму И морталов в ней Это очень-очень рискованно Ох, классные форсфилды Сентрики, правда, очень долго Разбивают адептов Все равно Трикел Салон забрал Перед смертью Михайлов, ты красава Нашелся один проксипион От Дрога Призма уже Красного француза Приехала в разведку Пора бы, наверное, как-то Уже ответить противнику На все эти действия Сумасшедшие действия Много гейтов у Дрога Заметьте 8 штук Группа выдвигается вперед ДНС до сих пор видит Что третьей базы У противника нет Хотя у самого она уже ставится Он должен сейчас призмой Заметить это Он видит, что Нексусу пока нет Сталкеры на патруле от призмы Как Дрога читает игру Я восхищаюсь вообще Прилетает иллюзия Которая, смотрите Просто не пересеклась С войсками противника Она просто полетела Чуть-чуть поздно Но Дропа Морталов Все равно вылез Отстав против сталкеров Ничего себе, да варп А дома-то есть чем защищаться? Посмотрим Как Дрога разыграет Эту ситуацию Филды шикарные Здесь нет архонов Поэтому какое-то время Придется потупить И здесь застройка мертвая Поэтому пробки не могут Уехать на мейн Форсфилдами поймался И Мортал Как красиво ловят филдами Дрога своего противника Блестящие филды Архоны не могут сейчас подойти И разбить форсфилды Между Газилкой и Нексусом Отличная позиция Но маленький ДПС У красного француза Маленький Прикол Архоны очень сильно Вытанковывают Сентрей Слишком сильно Большую ставку Сделал Дрога на этих Сентриков Весь газ потратил В них Лучше бы это были Реально архоны Видимо он хотел Как-то вот через Сентрей в этой игре Сыграть Не получилось Запушить противника А с Сентрями В ПОП Буквально Два Архона Решили По многому Судьбу И конечно же Вот этот Доварп Сильно испортил жизнь Дрога от ДНС Здесь достроились Ножки Зилкам Зилоты варбнулись И начали делать Панику на второй локации Пробки никуда Уехать не могли Экономика нарушилась Какой смысл Десятью Сентрями В ПОП нападать На девятой минуте игры Если он видел Тайминг Темпуарни И знал что Архоны уже К этому моменту будут И все равно напал То это какой-то Странный абсурд Если он не видел Темпуарни И решил напасть То он Хотя бы пытался Я смотрю Лето закончилось Погода уже Сильно испортилась Этой неделе Видимо я так до конца лета Ни разу на пляж Не схожу Десять Сентрей Был у друга Десять Куда так много Даже если там Блинк Не прокатит Там Архоны Не прокатит Сталкеры С мортовыми С призмой Тоже Сентрики Не прокатят А что была ставка Такого большого количества Сентрей Странный такой 8 гейт пуш Так что ДНС Победил Ну или Дрога Подарил ему Победу В этом сете Продолжаем Опять горизонтальные Респы В карте От которой мы Скоро Будем вынуждены Отказаться Следующим сезоном После 15 числа Продолжаем Продолжаем Интересно Дрога Один рабочий Нависпение Потом меняется Роллипоинт На дальний газ Рабочий Первый Туда Отводится Потом Рабочий Еще На один газ Но это Заморочки Заморочки Каждого Игрока Лучше бы он С кибернеткой Не опоздал Кстати Потому что С кибернеткой Он реально Завтыкал На 7 секунд Ход Си Винкс Уф Либерти Этого Было Достаточно Чтобы Легко Выграть Потому что 4 Варп Гейт Пуш Которые Приходят К тебе 8 Юнитами А у тебя Всего 4 И ты На 7 Секунд Позже Открываешь Варп Это Смерть Это Сейчас Есть Коры И Батарейки Винкс Уф Либерти Вообще Не было шансов отбить 4 вгп если ты где-то затупил с одним пилоном или с бустом даже один неправильно кинутый буст уже мог привести к поражению после правда появилась кора но от нее можно было легко отступить после фотона верчарже напасть еще раз а теперь есть батарейки 1 2 батарейки и ничего не сделать спасибо а ст приятно слышать приятные отзывы днс играет stargate так днс справа в друга слева чтобы мы не путались днс играет stargate пока что вслепую но пока еще слишком ранняя стадия игры еще один прикол кстати за застраиваться чуть по-другому уже не через вертикальную такую стенку а как это делает днс он даже это сделал с батарейкой ну просто bb нажать проще чем б е например по стандартной комбинации клавиш батарейка это реально быстрей тем очень советую сделать для себя управление настолько удобным чтобы не тянуться далеко за дальними кнопками пример там базовая кнопка взлета зданий заказа лэйра они очень далеко находятся далеко заказ либераторов например на букву n неудобно батарейка изи помогает янка отмена если с надо смысл потерять никакого нет отличный тайминг днс молодец он полетел иллюзии феникса разведывать нет ли здесь торги то 2 стр гитов и есть ли вообще nexus желе противник с одной базы собирается пушить он уже видел пилон у себя под базой он не должен сейчас строить рабов он должен делать вкладывать все деньги в защиту минуточку 4 вгп от droga позволю извиниться потому что не заметил добавление 4 гитов потому что не ждал подобного droga делает 4 вгп ну чё заказываем фениксов варпим сталкеров nexus можно пока что по придержать но вот третий гейт нужен третий гейт нужен реально препараба наверное неужели днс не хочет спускаться вниз и навалять людей сталкером трех из которых он может поднять подарил целую батарейку противнику вместе с nexus'ом на ровном месте 2 волос новато ты сегодня force field конечно же в защите через через force field и гораздо проще защищаться нежели в чистом поле с этой сентрёй тупо для гвардина от гвардина можно и отступить в сторону рога пока ведет ему нужно выиграть одну игру чтобы победить но он по моему да он рекой на у всех сталкеров вот и испугавшись и он кстати заказывает блинк он будет дальше а у нее с одной базы но днс сейчас придется какую-то часть лимита пытаться нахарасить убить каких-то пробок чтобы дать и беже больше шансов смотрите что делает днс он идет в атаку ну как бы типов поджим но это фейк поджим он не пойдет в атаку потому что у него nexus в заказе роба и у него до сих пор два гейта но сейчас фениксы увидят то что здесь сумеречный совет они поймут то что противник пытается закон 30 этих фениксов блинком они увидят nexus но что-то мне такое ощущение что nexus как фейк поставлен для отвода глаз чтобы днс понял что ему тоже нужно развиваться это было бы очень круто нет фаржа дрога не будет этого делать эти как красиво сталкеры стоят прям вертикально в линеечку между домиками есть паровозик здесь паровозик эндрики аккуратно стоят сталкеры с разных сторон блинк уже почти завершён довольно часто бусится работа вы постоянно заказываются днс рабов побольше потому что он их строить начал раньше и бусить было бы неплохо да и и морталов придачу крейды выходить думал что ты друга будет дожимать линк готов теперь можно ловить фениксов да или на надо 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 и буду буду и надо да 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дрога чуть больше по ЗИО там, на одного Архона больше, там 4 Иммортала И они не решили Как 4 Иммортала не выиграли сражение? 15 делков на 9 Боевой лимит общий, одинаковый Фениксы в начале игры немножко простояли, поздно подняли сталкеров Вот 4 Архона против 3 Дамаг по Архонам со стороны Дрога пошел гораздо раньше по ДНС, как я понимаю Архоны его сложились быстро, осталось 3 Архона против одного Ну и Мортала в дамаг тоже дошел довольно рано Блин, ну что ДНС мог сделать раньше? Раньше наступить на возвышенность части лимита И парочку батареек добавить для отхива на краешек Очень тонкий момент, очень тонкий замес, который Дрога Выигрывал Ну неужели Сейчас подумаю Неужели вот этот один Архон И на пару ЗИОов больше решили против 4 Иммортала В котором по сути было не по кому стрелять Может даже ДНС чуть поздновато отводил Ортовов назад Немного поздновато Может быть доварпнул чуть поздно И вообще, кстати, не забывайте, что ДНС вложился в третью базу В отличие от француза слева, который вообще ее не ставил У них была абсолютно одинаковая стоимость армии Абсолютно одинаковое количество рабочих У француза было здесь чуть больше улучшений Но я так понимаю, это блинк с ножками зелкам заказанный А у противника только варпы ноги зелам Да, скорее всего Сталка здесь нету такой полоски, которая показывает, какие апгрейды были изучены Ну, например, стоимость улучшений И вот здесь был бы список, например, этих улучшений Ну все, на этом наше ПВП подошло к концу Господа, я вас благодарю за просмотр С вами был Clash Турнир И прошу сейчас меня подождать минутку Я с вами еще попрощаюсь и пара слов обменяюсь Спасибо большое за внимание Продолжение этого турнира будет в четверг В 7 вечера по Москве Приходите, посмотрим за игрой лучшего игрока СНГ Это, конечно же, Блай На турнире Clash И спасибо Clash за этот турнир А 50 евро забирает француз Дрога Продолжение следует...